Мужчина и женщина кажутся друг на друга похожими, две руки, две ноги, голова, тело, в общем, чем мы отличаемся. Но на самом деле это существа с разных планет, их психика устроена совершенно по-разному. И это отличие можно обнаружить еще в самом раннем детстве, что доказал в свое время неопсихоаналитик Эрик Элексон, который провел самые интересные эксперименты на детях, на мой взгляд, в этом смысле. Он исследовал особенности того, как дети, мальчики и девочки в отдельности, работают с игрушками и с конструкторами, и с какими-то элементами пространства. И он выяснил, что если вы оставите девочку вместе с кубиками и прочими игрушками, то она, скорее всего, построит такое круглое, замкнутое пространство, и в нем будут существа, которых она будет охранять. А если вы дадите те же элементы мальчику, то он будет строить высокие башни, а потом будет их разрушать. Это с самого раннего детства. Мы разные. Должен открыть небольшой секрет. Большинство мужчин, если не все, считают женщин эгоистками. Ну, так себе, конечно, характеристика. И здесь, в этой книге «Мужчина и женщина» я объясняю, что женский эгоизм на самом деле не является эгоизмом как таковым. Потому что беспокоится женщина, когда думает о своих интересах, на самом деле не о себе, а о том внутреннем ребенке, который в ней всегда живет. Биологическая функция женщины – создать другую жизнь. И она так организована, так организована ее психика, для того, чтобы постоянно думать, что будет лучше для ее ребенка. Даже если этого ребенка нет, даже если женщина не способна родить ребенка, она все равно психологически, биологически устроена таким образом, чтобы обеспечить ему безопасность, чтобы обеспечить ему самые хорошие условия жизни. И это она делает не для себя. Хотя мужчинам может казаться иначе. Но они ошибаются. Товарищи, сексуальная революция свершилась. Мои соболезнования. Так я начинаю книгу «Наука о сексе». И действительно, понятие сексуальной революции – это научное понятие. В свое время его сформулировал Вильгельм Райх, выдающийся ученик и последователь Фрейда, который впоследствии создал свое направление психотерапии, телесно-ориентированную психотерапию. Но вот здесь смешное происхождение этого термина. Дело в том, что Райх был психоаналитиком и параллельно он был коммунистом. И для него было важно, чтобы рабочий класс освободился от буржуазного давления и получил свободу сексуальную. И, соответственно, так и появилось понятие сексуальной революции. Сейчас, конечно, мы в это понятие вкладываем совершенно другой смысл. Потому что это вопрос освобождения уже не от какого-то классового давления. Это освобождение от психологических проблем. С ними действительно нужно бороться. Наука о сексе. Зачем каждому нужно знать науку о сексе? Ну, мало того, что это касается нашей с вами личной жизни. Это еще связано с тем, что мы живем в обществе, которое плодит огромное количество мифов относительно сексуальности. И эти мифы о сексуальности человека превращаются в проблемы психологические, с которыми люди сталкиваются. Ну, есть мифы относительно того, каким должен быть размер полового члена мужчины, сколько он должен раз это уметь делать, как часто это должно происходить и так далее. Как правило, наука говорит нам, что здесь много ошибок и недоразумений. То же самое касается и женской сексуальности, которая на самом деле развивается к более зрелому возрасту. И женщины, которые пережили климакс, продолжают быть абсолютно способны к получению сексуального удовлетворения. И эту правду нужно знать. В противном случае мы оказываемся заложником мифов о сексе, которые делают нашу сексуальную жизнь несчастной, что нехорошо.